В 2020 году увидела свет книга Иссы Капаева «Саманта». Это роман о судьбе молодой девушки. Работу публициста высоко оценил Союз писателей России и отметил дипломом лауреата Большой литературной премии. Алла Динаева подробнее. Награждение писателя Иссы Капаева состоялось в Москве. Мы очень хотели в эти дни отметить роман Иссы Капаева «Саманта». Когда он подарил нам этот роман, просто подарил, так по-товарищески просчитать, то несколько человек у нас прочитало и критики, и прозаики, и все пришли единодушно, что этот роман обязательно надо отметить. Очень приятно, что мой труд заметили и отметили такой высокой наградой, говорит автор. Мои произведения выходили в толстых журналах. Обычно толстые журналы, как «Новый мир», «Дружба народов», «Юность». Это как-то определяло уровень писателя. Выходили и так произведения, выходили книги в Москве, около десятка книг вышло. Ну, реакция всегда была одинаковая. Всегда хвалили, редко мне что-то критическое высказывали. Те люди, которые прочитали, а буквально книгу-то получили они недавно, и единодушно приняли решение присвоить вот эту большую литературную премию «Союза писателей». Его рассказы и повести выходили на польском, болгарском, украинском, казахском, турецком и других языках. Произведения Иссы Суюновича неоднократно включались в антологию всесоюзной и российской прозы. А недавно труды Иссы Копаева включили еще в одну антологию. Государственная Дума России выпустила несколько антологий. Вот в антологию прозы, антологию детской литературы, антологию драматургии мои произведения вошли. Исса Копаев, автор 40 книг, и сегодня Исас Уюнович на пороге новых творческих открытий. У поэта почти готовы к изданию несколько произведений. Алла Динаева, Светлана Кокова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.